Миллиард 200 миллионов рублей получили предприниматели Башкортостана в рамках первого пакета мер поддержки. Такие данные озвучил на заседании антикризисного штаба регионального правительства министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов. Он отметил, что помощь от государства получили 682 компании республики. Больше всего субсидий выделили сельхозпроизводителям. Более 240 компаний смогли компенсировать часть затрат на приобретение техники и оборудования в общей сложности на 630 миллионов рублей. За время пандемии свыше 1100 предпринимателей республики оформили кредитные каникулы. Их суммарная задолженность по займам составила полтора миллиарда рублей. Почти 600 представителей малого и среднего бизнеса реструктуризировали свои кредиты на 4 миллиарда 700 миллионов рублей. На заседании антикризисного штаба отдельно обсудили и проблемы в реализации мер поддержки экономики. Так, региональный госкомитет по предпринимательству задержал ряд инициатив больше, чем на два месяца. Речь идет о компенсации затрат на приобретение или разработку цифровых приложений на оплату сервисов по доставке, продвижении товаров на торговых интернет-площадках, субсидировании социального предпринимательства и семейного бизнеса. Вынужден констатировать тот факт, что, возможно, некоторые из этих инструментов уже не актуальны. Антикризисные меры не терпят промедления и должны быть в приоритете, отметил первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров. Поэтому отныне для региональных министерств и ведомств действует новое строгое правило. На принятие решения дается три дня. Андрей Назаров также сообщил, в зависимости от развития ситуации в регионе, в ближайшие полтора месяца будет принято решение о необходимости разработки третьего пакета мер поддержки экономики. С 29 июня верующие Башкортостана смогут снова посещать храмы и мечети. Об этом глава республики заявил сегодня на оперативном совещании в правительстве. Духовные лидеры региона обратились к радио Хабирову с предложением постепенно разрешить работу культовых учреждений. Глава Башкортостана распорядился отработать этот вопрос в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. При этом предостерег, что поводов для радости пока нет. И хотя по статистике республика уверенно идет на снижение числа инфицированных, каждый день выявляются новые случаи заболевания COVID-19. Мы обсуждали с нашими духовными лидерами. Мы ведь за этот промежуток времени было очень много больших религиозных событий. И надо сказать, и духовенство в целом, и наши жители проявляли дисциплину довольно серьезно. И у нас не было таких вот серьезных вспышек после всех массовых религиозных мероприятий. Ну и напомню, сегодняшнего дня в республике разрешено работать фитнес-клубом с соблюдением всех санитарных требований. А с 29 июня откроются спортивные учреждения. В Башкортостане до 1 сентября благоустроят все контейнерные площадки для твердых коммунальных отходов. Такую задачу регоператорам поставил первый вице-премьер Андрей Назаров на совещании в правительстве. Каждая контейнерная площадка должна стоять на бетонном фундаменте и быть огражденной. Сейчас работу провели на 60% всех площадок, сообщил министр цифрового развития республики. Фотобазу мест утилизации отходов обновили на 94%. Первый вице-премьер правительства Андрей Назаров поручил до 6 июля провести эту работу на всех объектах. Глава муниципалитетов просьба по контейнерным площадкам работает, довести до того уровня, как мы с вами договаривались. На инвентаризацию две недели, а до 1 сентября у нас не должно остаться контейнерных площадок, которые не ограждены с трех сторон и у которых нет твердого покрытия. Также на совещании сообщили о росте жалоб от жителей республики на вывоз мусора с мест отдыха и садов. Андрей Назаров подчеркнул, если в течение двух недель количество обращений не снизится, контракты с действующими регоператорами будут прерваны. В Башкортостане у горы Таратау появится новый эко-отель. Открыть его планируют 1 июля. Работать гостиница будет круглогодично. Об этом РБКО ФА сообщил директор геопарка Таратау Айнур Саманов. Отель представляет собой семь юрт, расположенных в виде цветка курая. В строительстве использованы экологичные материалы – дерево и хлопок. Одновременно на базе смогут отдыхать около 50 человек. Как анонсирует руководство парка, в меню будет только халяльная продукция. Реализация проекта стала возможна благодаря совместным усилиям администрации Шимбайского района, местных предпринимателей и представителей геопарка Таратау. Идея создания эко-отеля была озвучена год назад. Каждый стандартный номер в юрте рассчитан на 6-8 гостей. Также мы планируем, что одна из юрт будет семейного формата. Для туристов будет возможность также бронировать номера в формате All-Inclusive. Соответственно, в стоимость номера будет уже включено питание на весь день. И, возможно, также туристы смогут уже заказывать какие-то услуги. Это экскурсионные маршруты на лошадях и так далее. И по словам директора геопарка, сейчас в планах реализация новых проектов с привлечением предпринимателей Стерлитамакского, Ишимбайского, Гафурийского и Милиузовского районов. В частности, планируется построить экоферму. Дирекция Таратау поможет будущим партнерам с юридическими и налоговыми вопросами. А также в продвижении товаров, произведенных на территории геопарка. У нас на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok